Мой план сработал, и полицейский, стоящий рядом, схватил меня и посадил в машину. По приезду в участок все полицейские были в недоумении. На сумасшедшего я не был похож, поэтому они задались вопросом, зачем я на костылях полез крушить фонтан. Что мне оставалось им ответить? Меня взяли в заложники преступники и заставляют просить у людей деньги. Тогда следующая моя остановка – это психбольница. Поэтому я ответил коротко и просто – ради забавы. Но вот ради забавы меня на сутки посадили в камеру. Тогда меня волновало две вещи – как там Бодя и в порядке ли Алиса? Ведь Майкл не был глупым, точнее был, но не настолько, чтобы не догадаться, что фонтан я разбил нарочно. Мне-то он точно бы ничего не сделал. Я защищен решетками, а вот Алиса и Богдан могли отхватить за меня. Особенно Алиса. Он постоянно ей угрожает. Черт, сегодня я должен был встретиться с Евой. Помните эту девочку из зоопарка? Да, вот с ней я хотел увидеться. И даже не могу и позвонить, и предупредить, что сейчас был в тюрьме. Я надеялся, что она поймет мое состояние. Компанию мне составил молодой человек по имени Шон. Он был такой же кучерявый, как тот баранчик из мультика. Поэтому имя ему подходило на все 100%. Шон сидел здесь уже десятые сутки. За то, что воровал кукурузу из участка нашего мэра, он находился здесь уже не первый раз. И эта камера для него, как вторая спальня. А точнее, первая. Ведь Шон – бездомный сирота. По возрасту он был на два года младше меня, а на улице жил уже почти пять лет. Я не хотел спрашивать про его семью, да и это не волновало меня в данный момент. Я вспомнил воспитательницу из детдома, которая приходила на мою встречу и принесла письмо с домиком от девочки Миланы, которая как раз в данный момент лежала в кармане моей куртки. Я достал и посмотрел на домик. Он был великолепный. Я всегда знал, что у нее все получится. Но вот письмо я не хотел пока что распаковывать. Уж больно неподходящая обстановка была в данный момент, поэтому я отложил его в сторону. Когда нам в камеру принесли еду, Шон накинулся на нее и смел все за одну секунду. Я даже не успел моргнуть. Я предложил Шону мою порцию. Он был очень рад и благодарен. И тогда я понял, что, к сожалению, он повидал слишком мало доброты в этом мире. И тут я вспомнил слова Богдана. Скоро все изменится. Что изменится? И что значит все? Может он создал машину времени и я смогу вернуться в прошлое, чтобы предотвратить создание своего канала? Это, конечно, идеальный вариант. Но он больше подходит для писателей-фантастов. Не прошло и трех часов моего пребывания в этом замечательном месте, как пришел сержант и сообщил мне, что пора на выход. Сначала я был уверен, что это Майкл постарался и вытащил меня отсюда. Поэтому я попрощался с Шоном и ушел. Возле здания полиции меня ждал роскошный лимузин. Я сначала не понял, что происходит и зачем Майкл раскошелился на лимузин. Я сел вовнутрь, но там никого не было, кроме водителя, который всю дорогу молчал и просто крутил руль. Но если бы я знал, что в этот самый момент лимузин меня везет в новый этап моей жизни, то я бы задумался, садиться в него или нет.